Начнем с того, о чем вы никогда не задумывались. Вся мировая торговля проходит в океане. Если быть точным, 90% товаров вашего потребления идут морем. Мебель, одежда, кроссовки, бананы, рис, электроника, животные, да практически все перевозится вот в этой штуке. В 20-футовом металлическом контейнере, в который вмещается 22 тонны груза. Вся мировая торговля зависит от того, как скоро экипаж из 20 человек приведет корабль с 19, 20 или даже с 24 тысячами контейнеров из одной страны в другую. Просто посмотрите, как морские рейсы опутали весь земной шар и превратились в кровеносную систему глобальной экономики. За один только год трафик составляет 811 миллионов 20-футовых ящиков. То есть десятки миллионов контейнеров шныряют от страны к стране суммарно 811 миллионов раз. Во всем мире насчитывают до 180 миллионов самих стальных ящиков, которых вдруг стало люто не хватать. Куда делись эти злополучные ящики? Как отразится это на ценах в магазине? Причем здесь Китай снова. И почему эту проблему люди решат совсем не скоро? БАЛАНС Вокруг этого понятия разворачивается наша история. Стабильное функционирование любой системы зависит от прочности связи между элементами и принятым распределением ресурсов. Если где-то возникает перекос, система начинает трясти. И этот перекос возник из-за пандемии. Точнее, не конкретно из-за нее, а из-за локдауна. Точнее, не из-за локдауна, а из-за того, что с заразой справился быстрее всех Китай. ЧЕГО? Чтобы продолжить копаться в этом безумии, нам нужно вспомнить одну вещь. Когда в начале 2020-го вирус начал распространяться, Китай быстренько все регионы закрыл, больницы возвел, несогласных на карантин затащил, по улицам антисептиком прошелся. В итоге, уже к весне того же года Китай неплохо себя чувствовал. Вышел из дома на улицу, высоко поднял голову, глубоко вдохнул и такой... А че, кризис? Какой кризис? Только вот в то время, когда Китай разобрался с вирусом у себя дома... В жесткий локдаун начали входить другие страны. А как вы помните, страны в мировой торговле — это покупатели и продавцы. При чем здесь, сука, контейнеры? Подожди, подожди, вот мы уже подходим к этому моменту. С одной стороны, у нас Китай, готовый продавать. А с другой — Америка и Европа, переводящая всех на удаленку. Люди застряли в своих домах. Их потребление начало резко меняться. Расходы на путешествия и рестораны по понятным причинам устремились к нулю. В это время пошли вверх расходы на электронику. Мебель для дома, домашние тренажеры и, конечно, санитайзеры, маски и перчатки. Баланс потребления изменился. А где производят большинство таких товаров? В Китае. Я пока писал этот выпуск, интереса ради посмотрел на свои девайсы. Телефон, колонки, микрофон, монитор, роутер — все оттуда. И вот тут-то все и началось. Бодрый Китай к весне 20-го с радостью начал работать на экспорт. Миллионы контейнеров, забитые овощами, соусом и мебелью и электроникой, отправились из азиатских портов в Америку и Европу, чтобы встретиться со своим конечным потребителем. И в этом не было бы никакой сенсации, если бы не одно «но». Контейнеры уходят из Китая, но обратно не возвращаются. Многие страны даже сейчас находятся в ограничениях, а тогда, в середине 2020-го, была тотальная заморозка экономики. А раз люди не ходят на работу, производство не создают продукт, они не работают на экспорт. Да и морские порты серьезно замедленны из-за нехватки рабочей силы. Значит, контейнеры обратно в Азию не отправляются. То есть, при нормальной ситуации происходит так. Из Азии в Америку отправляется коробка с пятью тысячами динозавров. Ее спускают и увозят на склад. Затем продавец из Америки подгоняет новую коробку с двадцатью тоннами сой и отправляет уже в Азию. Таким образом, контейнеры гоняют туда-сюда, обеспечивая 90% всей мировой торговли. Так было, пока присутствовал баланс. Но сейчас обратно ящики не возвращаются. Они просто складируются и ждут своего часа в портах Европы и Америки. Из десяти контейнеров обратно в Азию возвращались четыре, меньше половины. А значит, товары из Азии, главного мирового экспортера, стало просто некуда упаковывать. Еще в этом видео мы говорили, что Китай возвращается к нормальной жизни, а другие страны нет. Грубо говоря, Китай уже готов продавать за рубеж, но вот покупатели все еще борются с последствиями коронавируса. Но мы даже не подозревали, что продавая кучу товаров в другие страны, в августе 20-го проявятся вестники коллапса. Контейнеров стало тупо не хватать. В итоге началось то, что возникает при дефиците. Цена за транспортировку одного ящика уже в августе превысила 2000 баксов. Чтобы понять, что это трэш, посмотрите на этот график до кризиса. Нормальная история, если цена находится в районе полутора тысячи долларов, ну, плюс-минус 300. А тут уже два куска. И, как вы понимаете, это были только цветочки, ягодки взошли осенью, зимой и перекинулись в наш 21-й год. Уже сейчас цена за перевозку штурмуют в отметку в 5,5 тысяч долларов. То есть стоимость перевозки выросла почти в 4 раза по сравнению с допандемийным временем. Но это вы смотрели на индекс в среднем по миру. Чтобы оценить весь масштаб трэша, лучше смотреть на конкретные рейсы. Итак, готовы? Перевезти один контейнер из Шанхая в Роттердам будет стоить 8400 долларов, а вот обратно на 7000 меньше. Разница в 6 раз. И еще один пример из Азии куда-либо. Шанхай, Лос-Анджелес, 5200. А Лос-Анджелес, Шанхай, 600. Разница почти в 9 раз. Это рекордные показатели за всю историю морских грузоперевозок. Притом эти рекорды обновляются каждый месяц уже на протяжении года. А теперь представьте себя на месте перевозчика. Значит, везете вы 20 тысяч контейнеров из Шанхая в Лос-Анджелес. Ваш путь занимает 12 дней. 4 дня на разгрузку. За каждый контейнер вы получили 5200. А теперь вам нужно подождать еще 4 дня, чтобы совершить обратный рейс за цену в 9 раз ниже, чем сюда. И это при условии, если контейнеровоз упакуют быстро, а весь груз уже находится в порту. А как мы уже говорили, из-за того, что Америка и Европа еще только оправляются от кризиса, да вакцинируются, с экспортом там не очень. Более того, все это время была еще проблема с рабочей силой в портах. Все из-за тех же ограничений стало меньше работников в доках. Грузчиков, водителей, крановщиков, рабочих терминалов, наладчиков шасси. Все эти факторы приводят к тому, что перевозчик думает. Да нахрен мне вообще ждать, пока вы там распорядитесь и полностью укомплектуете мое судно. Чем быстрее я вернусь в Азию, тем быстрее я заработаю на рейсе в Америку. Несколько наших основных клиентов сообщают, что каждое судно, идущее из Азии, загружено под завязку. Но из-за жесткого графика и необходимости вернуться обратно, они не могут дождаться полной погрузки пустых контейнеров и оставляют в порту где-то 5-8% ящиков. То есть мало того, что в принципе нарушен баланс оборотов контейнеров из-за отсутствия экспорта США и Европы, так еще из-за высоких ставок перевозчики могут себе позволить свалить пораньше в Азию, чтобы заработать баблишко. Иногда перевозчик не бронирует место для доставки, даже если ты готов заплатить вдвое. А иногда это просто бесконечное ожидание, пока у вас не закончится терпение, и вы не спросите, сколько вы хотите. Кстати, чтобы подготовить этот выпуск, мы через наш телеграм-канал запросили помощи у реальных экспертов. И чтобы вы поняли, в каком аду находится сфера грузоперевозок, я просто оставлю вот эти скрины от Антона М. Он, кстати, хорошо показывает уровень взаимозависимости глобальной экономики. Ну, кризис-то случился в морских перевозках, но коммерческие авиаперевозки тоже решили добротно заработать. Можете нажать на паузу и прочитать эти великолепные опусы. Так вот, мы имеем картину, где только 4 контейнера из 10 возвращаются обратно. А порт Лос-Анджелеса, это, на секундочку, самый крупный порт США и 17-й в мире по контейнерным перевозкам, рапортует примерно о таких цифрах. На каждые 3,5 импортных контейнера обратно уходит лишь один с экспортным грузом. Притом нарушение баланса не только в том, что Европа и США хреново экспортируют, а Азия торгует на обычных уровнях. Нет, усугубляется ситуация тем, что Азия поставляет бешеные объемы, превышающие до пандемии. И посреди хаоса с дефицитом контейнеров, взлетом до небес цен перевозок, лютого торгового дисбаланса Азии и Европы, появляется уже известная вам сцена с главным актером судном, перевозящим 20 тысяч контейнеров. Ever Given. Который 23 марта на рейсе из Малайзии в Голландию, проходя через Суэцкий канал, садится на мель из-за песчаной бури, заблокировав путь в одном из важнейших торговых путей в мире. Суэцкий канал, как и многие узкие горлышки в морских перевозках, очень важны, ну прям очень. Для примера, через Суэц проходит около 12% всей мировой торговли, и 30% вообще всех контейнеров. Через вот это расстояние в 120 миль в день проплывает, ой, простите, проходит больше 50 кораблей и где-то от 3 до 9 миллиардов долларов товара. Как вы понимаете, Суэцкий канал используется в уже известном вам маршруте Азия-Европа. И такая канитель оказалась вишенкой на торте в истории с ростом цен на перевозки в Европу и Америку. Главный вопрос, что с этим делать? Ну, вначале напрашивается очевидный ответ, что нужно резко оживить экономику Америки и Европы, снять ограничения, вернуть все рабочие места, побороть пандемию и вернуть баланс мировой торговли. Но на это, к сожалению, нет волшебной палочки. В один момент Китай придумал интересную штуку доплачивать перевозчикам, чтобы возвращать пустые контейнеры. Это хоть как-то притормозило ухудшение ситуации с дефицитом контейнеров в Азии. Кстати, если кто-то ждал конкретных цифр, то вот. Из главного порта Америки экспортируется примерно столько же, сколько на заре локдауна пандемии. Тогда как импортируется чуть больше, чем в два раза. А между экспортом и импортом разница в четыре раза. А еще вы видите, что на каждый экспортный контейнер отправляется три пустых. И вот эта мера Китая доплачивать за возврат тоже сказалась на реальности. Перевозчикам интереснее забирать готовые пустые контейнеры, чем ждать погрузки товарных. Затем можно предположить просто наклепать новые ящики. Все-таки это просто сваренные листы стали. А угадайте, в какой стране производятся контейнеры? 85% рынка занимает Китай. И производители прекрасно понимают условия дефицита. Поэтому подняли цены на новые ящики больше, чем наполовину. Да и к тому же не сильно спешат наращивать производство. Тут даже США начало расследование, а не специально ли китайские производители сдерживают производство, сохраняя таким образом высокие цены и получая огромные прибыли. Ведь в этом же случае очень жирные сливки снимают производители контейнеров, лизинговые компании и перевозчики. Цены на все эти операции взлетели до небес, а издержки оплатят. Как обычно, конечный покупатель. И вы, конечно, ждали чуть более подробной инфы, на какие товары это повлияет. В первую очередь, на простые бытовые вещи и на еду. Там, где велика доля транспортировки в конечной цене. То есть, какую-то сложную электронику это коснется слабо, потому что там сраный мелкий чипик стоит сотни баксов. Ну, поехали. Вьетнам в январе 21-го экспортировал в два раза меньше кофейных зерен. Поставки риса упали на таком же уровне. Индия, поставщик сахара номер 2 в мире, экспортировал 70 тысяч метрических тонн в январе, что меньше даже одной пятой от объема годом ранее. Вдумайтесь, меньше в пять раз. Эта канитель покусилась даже на святое, на туалетную бумагу. Крупнейший производитель сырья для толчковки начал нагнетать, что грядет глобальный дефицит. И, конечно, вся эта жопа коснулась и России. Помните, в начале года говорили о дефиците сахара и подсолнечного масла? Вот там подорожание на половину и на четверть относительно ноября 19-го. Правда, тогда еще причинам приписывали неурожайности, но и также рост мировых цен, в который, безусловно, внес вклад контейнерный кризис. Правда, еще деполивация рубля сыграла. В общем, обложили со всех сторон. И самое удивительное, что никто не знает, когда мировая экономика вновь обретет баланс. Сначала говорили, что разрулится вот-вот прямо в течение нескольких недель, еще в 20-м. Потом в 2021-м. Сейчас говорят, что это дерьмо перекинется в 22-й, да даже в 23-й. Иными словами, такая неприятность с нами надолго, будто бы нам других было мало. Сегодня мир просто зашкаливает своим уровнем взаимозависимости. И успех работы зависит от тщательно спланированного совместного поведения тысяч разбросанных по планете людей, многие из которых и в глаза не видели друг друга. Тофлер называл это «приход второй волны». В народе же ходит куда более популярный термин – глобализация. Мы эту тему поднимали в этом видео. Ощущение, что мир останавливаться не собирается. Вместе с технологическим прогрессом бешено мутируют вирусы, что сказывается на экономике. Каждый адаптируется как может. Медики изобретают вакцины. Даже появляются вбросы о лекарствах. Порты стараются ускорить свою работу. Власти России пытаются сдерживать цены административными мерами и винят во всем жадность ритейлеров. И тема взаимозависимости государственных экономик настолько глубокая, что мы этим выпуском вряд ли коснулись даже верхушки айсберга.